Привет всем на канале Нотик! Близится 8 марта и многие, наверное, выбирают подарок для своей второй половинки, а может быть для мамы или для бабушки. Сегодня мы посмотрим на ноутбук Asus X540 LA. Достаточно симпатичная машинка и при этом недорого стоит. Стоит он, наверное, 30 тысяч рублей. Это 15-дюймовый ноутбук в достаточно стильном и красивом корпусе. Почему я вспомнил про 8 марта? Потому что корпус здесь не просто какой-то черный, такой некрасивый, нестильный, да? А женщины, как известно, любят красивые вещи, ну еще и дорогие. Здесь позолоченный корпус, очень стильно красиво выглядит, красивая крышка с красивым рифлением и логотипом Asus. Посмотрим на этот красивый ноутбук поближе, на его клавиатурку и рабочую поверхность. Как я уже говорил, здесь все закрыто листом из такого бледно-золотого, очень симпатичного пластика. Отпечатки пальцев совсем не остаются. Клавиатурка с отдельным цифровым блоком. Интересно, что вот здесь находятся клавиши включения. Выше находится логотип акустической системы Sonic Master. Как я уже говорил, звук здесь весьма хороший. Клавиатурка закреплена неплохо. Ход клавиш довольно глубокий. На черном фоне белые буквы хорошо видны, а кириллица здесь зеленого цвета, тоже хорошо можно все это различать. Имеются мультимедийные клавиши на верхней панели. Ну и тачпад нажимается в любом месте, поддерживает мултитач, различные жесты. Палец скользит весьма приятно и хорошо. Крышка выполнена из матового пластика, с такой шлифовкой горизонтальной, с логотипом Asus по центру. И тоже выглядит довольно симпатично, так немного переливается на свету. У этого ноутбука дисплей с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1366 на 768. ТН-дисплей. Дисплей глянцевый, яркий, сочные цвета. Ну, женщины такое любят. Да, в общем-то, я даже такое люблю, когда можно смотреть красивое кино, можно играть в какие-то простенькие игрушки, и все это красиво и сочно выглядит. Акустическая система здесь, Sonic Master, достаточно мощная и громкая. Басов, может быть, немножко не хватает, но для того, чтобы слушать музыку, смотреть фильмы и заниматься другими повседневными задачами, этого вполне хватит. Как и у большинства других ноутбуков, все порты здесь располагаются на боковых гранях. Здесь есть пища, DVD-привод, несколько USB-портов, HDMI, VGA, LAN. И, что интересно, присутствует нововодный порт USB 3.1 Type-C. Ноутбук, в общем-то, не очень тяжелый. Меньше 2 кг он весит, 1,9 кг. И толщина 27 мм, так что, в общем-то, легко поместиться в любую сумку, ну и можно носить с собой и не надорваться. Работает ноутбук на базе энергоэффективного процессора Intel Core i3. Это двухъядерный процессор. Оперативной памяти здесь 4 гигабайта DDR3. И жесткий диск на 500 гигабайт. При желании оперативную память можно расширить, а жесткий диск заменить, но вряд ли вы будете этим заниматься. В общем-то, такой производительности вполне хватит для повседневных компьютерных задач. Офис в Ворту, ВКонтактике, посидеть одноклассники и тому подобные вещи. В простенькие какие-то игрушки поиграть, наверное, можно, но ни на что серьезно рассчитывать, разумеется, не стоит. Итак, Asus X540LA. Довольно неплохой ноутбук, сбалансированная конфигурация, конечно, начальный уровень, но хватит для всяких повседневных задач. Прикольный внешний вид, говорю, золотистая обгорка вокруг клавиатуры, здесь рифленый такой корпус, то есть выглядит он стильно, и для ноутбуков такой ценовой категории, в общем-то, трудно желать чего-то большего. Неплохой дисплей, яркий и сочный, разрешение не очень высокое, но, в общем-то, опять-таки, за такую цену хватает. То есть, в целом, это хороший ноутбук начального уровня, но при этом отлично подойдет для девушки, мамы, бабушки, может, кому-то еще веб-камера есть, по скайпу можно общаться. Стоит он примерно 30 тысяч рублей, ждем вас в нотик, всем пока!